Арик Сукачев, Илья Лапутенко и Олег Скрипка из Лопни Петоплясова. Они должны были открывать так называемый российский парк в Олимпийской деревне. И общественный деятель Андрей Сидельников подарил майке Pussy Riot и предложил последовать примеру Red Hot Chili Pepper, Stingo, Franz Ferdinand и Faith No More. Они отказались. Они отказались надеть майки или отказались поддержать... И то, и то, и то. Они точно сказали, что мы отказываемся поддерживать Pussy Riot? Нет, я просто не очень верю, что Галик Сукачев отказывается. Он сказал, что он подарит майку Михаила Ефремова, так как тот радикальный. Ну, я вообще мягкий человек и считаю, что каждый имеет право высказывать ту точку зрения, какую он считает нужным. И поэтому осуждать это не ко мне. Я не могу осуждать. Я могу просто высказать свое сожаление, что, будучи человеком творческим и вполне хулиганистым, Галик Сукачев вдруг отказался. Ну, знаете, чего-то боится. Хотя мне казалось, что он как раз должен был бы поддерживать. То же самое касается и Логутенкова, и всех остальных. Чувство обиды и досады, и больше ничего я не испытываю. А дальше пусть они с этим живут. Например, Андрей Макалевич поддержал, Миша Ефремов поддержал, Иван Ахлобыстин поддержал. Это одна и та же компания без Макалевича, да, Ахлобыстин, Галик Сукачев, Миша Ефремов. Это одна и та же компания. Даже в Андрине Милатцев подписал. Компания с детства. Ну, значит, у них разные точки зрения, что тоже, наверное, неплохо. Главное, понять бы, чем руководствуется Галик Сукачев, не знаю. Андрей, в одном из ваших последних блогов на Ихе Москвы вы написали, вы вспоминали, как проходила акция 20 июля, когда начинались слушания предварительные по делу Путирайт. И вы тогда сказали, что вот Лев Семенович Рубенштейн сказал, наверное, все в отпусках. И, кажется, сам себе не поверил. Вот сегодня какое у вас ощущение преодолено? Это нежелание? Ну, я часто с годами включаю механизм вытеснения для того, чтобы думать о себе в том числе. Ну, значит, Лев Семенович Рубенштейн сказал, что все в отпусках. Ну, значит, все в отпусках. Я ему поверил. Я тоже теперь буду думать, что все музыканты, писатели, поэты, все ушли в отпуск неожиданно. Август, начало, конец июля. Жалко, что они все ушли в отпуск. Я уже в отпуск сходил. Было опубликовано большое интервью с Путирайт в журнале «Обзервер» на сайте газеты «Гардиан», буквально на днях. И там девушки свободные Путирайт сказали, представляете, Путин боится нас, девчонок. Вы разделяете точку зрения, что дело в страхе? Ну, это сложно. Не думаю, что Путин кого-то боится, если бы он был сам по себе. Знаете, как, когда дети в школе дерутся, то по справедливости один против одного должен драться, да, а все остальные стоят и смотрят. Это по справедливости. Так как Путин никогда не бывает один, а всегда окружен машинами, автоматчиками и гигантской армией, в широком смысле армией, поэтому трудно сказать, что он кого-то боится. Не знаю. Думаю, что нет. А вот то, что было на предварительном заседании, я написал там у себя в блоге, и я без всякого ерничания сказал, что адвокаты, представляющие пострадавших, так называемых, вот то, что они говорили, это самый настоящий книжный, академический, парафренный бред. Это не шутка. Не бред в смысле ты несешь бред, да, не бред в смысле чушь, а бред в клиническом, психиатрическом понимании. Это называется парафренный бред или фантастический бред. У него есть название еще манихейский бред, бред, когда мир раскалывается пополам, когда сатана и дьявол правят балом, и там еще вмешиваются другие планеты, и к этому примешивается все остальное, и наводнение, и землетрясение, и взрывы, и терроризм. Все это говорили адвокаты. А судьи, которые слушали, это называется индуцированный бред. Это тоже абсолютно книжный термин, понимаете. Это не переносный смысл, это никакое не оскорбление, а это вот индуцированное. Вот в семье, например, есть бредовой больной, который считает там, вот у него есть какая-то фабула, да, бреда. Все остальные члены семьи сначала думают, что с их родственником что-то происходит странное, а потом вдруг они начинают верить и говорят, а может быть действительно на самом деле. Но кто доказал, что это не так? Вот это называется индуцированным бредом, потому что болен один, а все остальные здоровы. Это называется индуцированный бред. Это я просто пояснил термины, чтобы было понятно, что это никакое, вот то, что происходит, это вот очень похоже на это. Ну как можно серьезно на суде говорить об этих вещах? Это лечится? Какое лечение? Я не сказал про болезнь того и другого, я сказал про похожесть этой симптоматики. И странно, что фабула бреда вдруг становится предметом для разбирания в суде. Это, скорее всего, нужно проводить какую-то экспертизу и так далее. Ну и в заключение, судья заявила, что намерена закончить рассматривать дело в течение трех недель. Как вы думаете, почему такая спешка? Причем в последнее время спешка вообще стала... Судья уходит в отпуск, как все остальные. У нее через три недели вот отпуск. Если бы у нее отпуск был завтра, она бы закончила дело сегодня. У нас как-то все приурочивается к отпуску, как и было в Советском Союзе, к праздникам, к пятилеткам, к первому мая, к Новому году. К Новому году нужно закончить все дела к отпуску. Вот судья нужно сдать все дела к отпуску. Я думаю, что вот как-то так. Я, в отличие от адвокатов-потерпевших, не склонен строить фабулы бреда, понимаете, и представлять себе, что вот у судьи. Возможно, у судьи отпуск, возможно, у нее рожает подруга, не знаю. Поэтому она хочет закончить все побыстрее, гора с плечей, пойти ей потом отдыхать на море со своими детьми. Был бы мужчина, наверное, бы напился и пил бы неделю долго, потому что как-то нужно свою душу облегчить после этого, потому что с этим тяжело жить дальше.